Апрель этого года. 192-й километр автотрассы М5 Урал. Как вы помните, тогда жители близлежащих домов и дач жаловались на невыносимую вонь и другие неудобства. Вот на этом полигоне. В неплановую проверку городской свалки Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры хозяева обслуживающей организации пытаются предотвратить любым способом. В составе комиссии сотрудники Росприроднадзора, Минприроды, санитарный врач и представители лабораторий. Живой щит из местных не помог. Пробы были взяты, да и технологические нарушения оказались налицо. В ходе непосредственно обследования, проведенного на полигоне, были выявлены нарушения санитарно-псимологического законодательства. Были выявлены факты необеспечения технологического цикла по изоляции отходов, по послойному чередованию отходов и грунта, изолирующего материала. В местах выгрузки отходов из большегрузных автомобилей не использовались переносные сетчатые ограждения. Для исключения разлетания мелких фракций отходов за пределы полигона. Пока что местные мусорные князьки получили административку. Но это еще не все. Майский пожар на этом полигоне тоже попал в поле зрения надзорных органов. Штрафы светят нешуточные. Привлеченными к проверке лабораториями ФБУ с Центром гигиены и эпидемиологии в Рязанской области, Министерством природопользования Рязанской области, был проведен отбор проб воздуха в зоне влияния полигона. И выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Прокуратурой по данным фактам готовятся материалы для возбуждения административных дел. Теперь в реестре эта свалка значится как объект, оказывающий неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Это значит, что каждое действие или бездействие будут рассматривать под лупой. И у каждой жалобы от местных жителей теперь здесь будет своя цена. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».